короче ребят я попала на 1145 по моему что ли рублей откуда у людей такие деньги всем привет меня зовут кристина и это будет немного сумбурный мой влог потому что здесь будут собраны несколько дней из моей жизни для меня это очень интересный момент правда обусловлен он тем что я снимала влог и так не снимала концовку этого влога поэтому получается немного так размытая все представления но тем не менее очень интересно как я проводил эти дни потому что принципе моего моей жизни не происходит ничего такого интересного но были какие-то моменты которые делали разнообразие моим днем еще хотел бы предупредить вас то что я последнее время потерял все свои ноушники с микрофончиком они просто не куда-то издеваются и поэтому возможно звук у меня будет довольно не очень потому что снимаю я на телефон на самсунг это то есть не айфоны не камера и наушниках с микрофоном нет но думаю что моя запись я еще знаю некоторые блогеры так говорят в телефоне у них тоже звук как диктофон не знаю микрофон что это интересно кто знает напишите как они так снимают с помощью телефона то есть камера кто-то их снимает издалека и с помощью телефона как-то говорят я подозреваю что это все-таки диктофон но очень так необычно для меня и поэтому я надеюсь что звук будет нормальным это был день моей подработки в glory james подработка я скажу вам эта работа вообще не из легких особенно когда управляющий требует быстро все делать и у тебя куча работы и он чего ходит и надоедает своими словами некоторыми не знаю как вам но мне такая работа честно говоря не очень зашла потому что мне все-таки нравится когда есть график и когда тебя не торопят я кое-как отпросилась на обед ушла и тут очень было красиво я решила заснять видео маме и ну и заодно вам показать в общем а сейчас были экспрессии и я купила себе штучки во первых вот такая точилка и мы купили в абсолюте потому что у меня внезапно потерялись все тачилки в доме также я купил еще вот такой вот сок я просто вам советую реально самый лучший шоколадный сок за рекламу не платил вот обалденный сок реально постоянно покупаю и перепробую уже все вкусы там их немного там банановый клубничный шоколадный и со вкусом карамели что ли что-то типа такого ванильный ли какой-то там такой вкус реально божественный коктейль я пробовала коктейли от не молоко фирмы вообще не понравилась какая-то гадость а именно от этой фирмы молочная речка вообще просто реально обалденные коктейли ну соки имеется ввиду стоит всего 29 рублей на минуточку я считаю что то дешево потому что я заходила в титан или в абсолют цены вообще как кошмар купила себе йогурт для бифидобактерий всяких там вот это ну вот чтобы хорошо пищеварение работало там и так далее хотела взять йогурт данон он по стоимости питьевого йогурта 67 рублей на минуточку 67 рублей скажите мне киндеры вообще сколько стоят кошмар а откуда у людей такие деньги как студенты должны выживать я не понимаю еще и на работу никуда не берут вот такие вот дела у нас стране также купила еще вот такой вот гель bh а что-то какой стран непонятно какой-то гель для комбинированной и жирной кожи решила попробовать имеет такой гель потому что там было написано что он а значит что у нас сделать бежен очищает кожу от загрязнений остатков макияжа не нарушаетесь на уровень ph и сохранять чувство комфорта и свежести это очень важно мне нравится макияж очищать именно пенками разными в основе это дело правда мицелляркой также что очень важно она салициловая кислота отшелушивает кожу оказывает антибактериальное действие легко проникает вглубь пор подавляя воспаление мне это очень важно мне обычно на лбу какие-то воспаления бывают и вот в этом месте и вот то ли тут то ли тут где-то у меня короче прыщики тоже бывают также гидролат розмарина балансирует работу сальных желез тонизирует оказывает заживляющее действие на кожу вот это вот очень важно для меня было потому что у меня сальные железы на носике постоянно какие-то такие странные вот сюда даже смотри почему туда смотрю я на камеру и решил я значит попробовать эту пеночку потому что моя пеночка уже все заканчивается я потом ее покажу также купила две баночки краски 99 рублей стоит а вторая по моему подешевле было вот хочу осветлить передние прядки и просто хотела стать блондинкой безумное желание стать блондинкой но у меня как бы свои волосы безумно хорошие просто мне не нравится цвет у меня цвет какой-то немного рыжий особенно на солнышке когда мне фото я реально рыжая какая-то мне кажется ну не знаю может мне кажется и хочу осветлить прядки вот где-то отсюда вот возьму так несколько чтобы не портить все волосы испортить только передние пряди надеюсь все будет нормально по крайней мере у меня уже отламывались обламывались волосы и я уже ходила даже чок себе вот так стригла под коренься смеялись мне тоже было смешно пережили момент все волосы уже отросли мне все хорошо все нормально эти ребят хотела рассказать вам такую историю просто безумно глупую историю как не следует делать да я в пижаме тут моя нога не обращаем внимание и в общем со мной сегодня произошла такая ужасная история я наткнулась в инстаграме на одну ссылочку там было написано что типа что-то галкин там разыгрывает какой-то приз так далее и я такая думаю чем бы не поиграть и выиграла там приз такой типа 3060 долларов типа их чтобы вывести заплатить комиссию чтобы их еще вывести там нужно комиссию заплатить до то что типа банк переводит эти деньги в рубли и так далее но я под ужасе своей заплатил у меня короче ребят я попала на 1145 по моему что ли рублей представляете я не понимаю каким боком я всегда все время знал что это лохотрон но нет я попалась просто как я попалась реально 1000 рублей и это 1000 рублей а для школьника которая ну понимаете денег трудно заработать когда на работу не берут и ну на то надо на это надо как бы сами понимаете там хочется бутылочку я хотела купить для воды такую интересно потому что я пью водичку и обычно бутылочки как-то ну не эстетично вот и мне хотелось реально купить такую бутылочку для спорта гантельку так далее тысяча сто рублей да лучше бы я вложил эти деньги куда-то в раскрутку какие-то не на акции что ли хотя бы купила это по моему полезнее было бы до медальон какой-нибудь для счастья купила бы и долл полезнее было бы но нет мне приспичило купить именно я позарилась на эти деньги потому что я подумала что это был решила все мои проблемы там для учебы там на всякий случай и жить в другом городе и другие разные проблемы денежного плана которые решили бы те деньги который дал бы выигрыш и я хотела накопить маме на день рождения купить ей кое-что я не скажу что вдруг она посмотрит это видео ролик мой но тем не менее я взяла немного оттуда денег тоже которые я копила ну то есть тысячу я оттуда взяла и 145 получается рублей мои были ребята никогда так не делайте вообще посмотрите все отзывы всегда в интернете но я глупый школьник что ж поделаешь-то я рассказала маме и так было стыдно об этом рассказывать говорю может я тебе лет через пять расскажу когда у меня уже появятся деньги вот это забудется я сегодня весь день ходила переживала мне разболелась голова безумно из-за этого даже в суд не подашь ничего не подашь ничего не делаешь ты уже сам перевел ты же сам дурной человек конечно кто дал мне эту карту в руки вообще и в общем мне вообще безумно стыдно за то что я это сделала не знаю я реально советую вам смотрите в любую информацию щите в интернете сейчас я пробую пойти еще на одну работу в интернете тоже по этой компании очень мало чего написано я тоже думаю как бы меня не кинули чтобы не лохотрон был потому что вы сами понимаете как бы уже один раз попалась ребята не велитесь на это пожалуйста я искренне верю то что вы не такие глупые как я просто как можно было на такое повестись я не знаю да чего я сделала такие вот ногти я не хвастаюсь я делать ногти не умею и что-то у мамы были вот эти вот для ногтей я сделала вот ногти вот такой мне большой пальцы потому что мне неудобно ходить тут самые классные ногти это мои потому что мои ногти классные я играю на пианино на гитаре и мне не мешается ногт там помогать по кухне чистить все очень картошку чистить все это хорошо я смотрелось видео где девчонки делают такие типа длинные ногти и я такая думаю ну лето почему бы и нет даже если на работу пойду я их спилю наверное но так необычно и сегодня второй день уже получается хожу с ними я постоянно вот так делаю хожу и просто вот так вот я ухожу у меня мама смеется такая говорит ну все хватит хвастоваться знаете что такое счастье счастье это когда ты пришел после тяжелого рабочего дня и ешь шоколадное любимое мороженое просто реально хотя я бы еще хотел наверно шаурому или энергетика но ни то ни другое по идее мне нельзя потому что калорийно мороженое тоже нельзя надо было в жаркий день съесть а не ночью но мне захотелось сейчас сейчас были в магазине и купили вот чего купила чипсики потому что я на диете да давно не ела их такая вот шоколадочка называется супер я ее еще не пробовала она самая дешевая была 11 рублей мой гад и вот такую штучку я ее ценю на 5 из 10 потому что ну запах у нее я ее уже выпила извиняюсь запах у нее ну так что вот я ее пила буквально запах у нее я ценю на 10 из 10 действительно это персиковая какая-то аспартлинг а вот и запах у нее на 10 из 10 по вкусу я не поняла честно говоря вкус но для меня по вкусу на 5 из 10 очень много сахара я узнала что тут 205 калорий и 355 миллилитров господи это же целый перекусный обед уже не знаю просто ну почти на это можно очень чего много съесть кашу но не это не советую ребята не знаю я сладкоежка и хоть там говорили что там сахара много по мне такая по моему пустая трата денег просто-напросто и все также купили мороженое и так вот шоколадку как я и говорил я шоколадку не стану есть сейчас я ее ставлю себе на потом когда проголодаюсь хоть со сладенького я поеду лучше мороженое сегодня у нас день россии поздравляю вас всех за днем россии вот и через этого в магазинах просто безумное количество людей как будто бы никто не ел именно сегодня нас приспичило именно вот магазин и на полках вообще абсолютно ничего почти нету кошмар какой-то в плане того что ну есть как бы товар но он еще такой дорогой стал последнее время чипсы какие-то стоят очень дорого раньше чипсы лейс можно было купить за 30-40 рублей а маленькие пачечки такие вообще полон даже где-то за 19 я видела покупала сама лично но сейчас просто знают эти санкции это все навалилось и на нас не почему чипсы такие дорогие ну реально вот я купил такую пачку не знаю они раньше тоже были дешевые мой папа не взял чек поэтому я не скажу сколько они стоят сейчас но это очень реально кошмар так дорого я еще не знаю и разные вкусняшки тоже дорогие мама пап ты чё делаешь а чё она даже дождиком-то не брызгает я году малинка оп 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 это клубник уже сегодня я делаю пиццу делала пиццу из дрожжевого теста нарезал помидоры с одной стороны у меня перец с другой стороны у меня просто обычная пицца потому что с перцем возможно не ест мой брат и вот такая симпатичками получается мне осталось еще сделать несколько вещей а лук хорошо ну красивенько так уложить еще натереть сыр сюда и запечь ее в духовке на сколько минут и не помню я потом смотрю а в рецепте по которым я готовлю и также еще помыть посуду и потом приют родители я уже вытащила пиццу вот такая то нам не получилось где есть немного красивая прямо вообще мне нравится посмотрим какая будет по вкусу понравится ли моим родителям и брату вот я уже вижу что с этой стороны она с перчиком с этой стороны она без перца нужно было бы еще почитать какую-нибудь книжку которая задали на лето также еще получить немецкий немножко и английский я уже дня четыре но три-четыре мучаюсь проектом у меня какие-то там некие сложности создание приложения составляется мне нужно сделать еще получается саму презентацию и документ в орде и все это потом отправить не за учительниц у нас лет и не знаю чуть ли вообще как ему отправлять потому что вконтакте закрытый человек вайбер у меня нету номера но не знаю я потом спрошу у своей классной руководительницы может быть как-то можно будет связаться также я еще смонтировала один влог мне осталось смонтировать еще влог с нашего как его называют когда мы ходили на один город и приезжал хабиб еще у меня что-то с голосом происходит у меня иногда бывают интонации которые мне не нравятся сейчас я в принципе говорю какой-то тоже странный я заболевать может хочу или что у меня как-то прокашляться вот с обычными какие-то странные такие ну реально интонация странная такая может из-за того что тут камера и я вот вижу вот камера у меня получается вот я вижу себя потому что на заднюю камеру еще не привыкла снимать хотя там качество лучше но там идет инверсия я не могу привыкнуть к тому как я выгляжу в инверсии не знаю мне кажется странно это у нас сегодня вот такая вот погода какая-то не такая света нету дома тучки вон какие ходят гром гремит все у нас темно вот сегодня крутой день как сказать весь день не было с утра света я сидела без света играла в игру потом чуть-чуть покрасила волосы вот у меня опять немножко беленькие стали стопа лучше выгляжу теперь вот камеру немного надо встать другое место чтобы свет получше был где-нибудь тут встану о хороший свет и мы потом заехали в магазин мини-цент там ничего не было вкусного мы такого ничего не купили хотела купить дешевую шоколадку а пинголь по 49 рублей вот мама там идет у нас такая шутка была правее кое-что но я не думаю что это не этично будет рассказывать и тут конечно вот мы все семей сейчас смелись но такие дела приехали домой забрали еще мишку из садика в мини-центе купили мы значит сухарики купили мои любимые баранки еще мама купила там такую овсяную кашу она с шоколадом еще шауром потому что я ее хотела давно но я сегодня не буду есть потому что сегодня очень много покушала так уже летом я думаю нужно есть ягоды разные и там арбуз я вообще обожаю арбуз дыню что-нибудь такое арбуза мама не разрешает покупать потому что он с пестицидами хотя он в принципе сюда я думаю с пестицидами ну вот просто не внушает доверия сейчас именно его покупать михаил коров даю михаил коров даю андрей воробей на коньяк иai гоняй у меня гоняй гоняй ка там и гонячей футболы чей то ещё у меня такая в музыкалке была песенка в застоит раздревал то р наляй nel trouble у нас гром гремит земляторёй Наталья с магазина несется. Какая? Дома надо убрать эту штучку. А это я, наверное, положила. Что там? Ужас, ужас к нам идёт. Сашка с Вовкой ногти. На катки грызёт. Что-то типа такое. Кто ногти грызёт? Да. А я типа ура-ашка. Нет, сделай другой стороной. Ем сейчас сливу. Бабушка приехала, привезла сливу. У нас нету света. Произошла авария на гусином озере. Там, видимо, стоит электростанция. Или что-то типа того. Мы, видимо, к ней относимся. Ушла жарить картошку. И ещё кашу. Пшёнка, по-моему, варить. Что-либо такая жёлтенькая каша. По-моему, это пшено. Сегодня мы, значит, сделали много дел. Ну как, я просыплела огород. Потом попала с бабой. Баба там подвязала помидорчики. Я сильно этим не занимаюсь. У меня аллергия на помидоры. На сами растения. И сейчас я помыла кухню. Ну как. Получается, помыла я вот эти вот сами. Зеркала, и то они почему-то не отмываются путём. Вот это вот. Кое-как это всё отмывала. Печку отмыть не могу. Я читала, что соды можно попробовать. Ещё вот сливу купили. Не знаю, баба вроде бы отбирала. Сказала, что вроде не червивая. Не знаю. Надеюсь, что действительно не червивая. Потому что я к червям не так. Не хотелось бы получать дополнительного белка. Света нет. Я снимаю видео. Мам сказала, экономить зарядку. Потому что, возможно, света будет долго. Долго не будет света. Такие красивые горы. Такой вот закатчик красивенький. Это вот я. На участке. Что-то у меня. Волосы. Ну да ладно. Ну нормально, в принципе. Ой, отсюда вид, кстати, по-другому. Как будто бы на участок. Мне какой-то тут паук ест. Что? Пчёлы, лосы. Паутина, что ли, тут? Или что-то? Вон какая красота. Ля пота. Чё, напугалась? Конечно. Ты кто-то слушала? Топала. А? Хоть бы топала, что ли. Так я же это, я топала так-то. Я тут с травой шелестила у меня в траву подбородок. Ладно. У меня прикус неправильный. Надо вот так массажик делать. Кошмар. А сейчас лежу, у нас такой ливень за окном. Сейчас уже не слышно, он уже успокаивает скоростковременный дождь, потому что ливень. Я ещё лежу. Думаю, сегодня выключали свет, как бы ещё не включили свет, потому что ливень. Тьфу-тьфу-тьфу. Не накарливал. Что-то дома ещё щёлкает, непонятно чего. Такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok